Библейский портал экзегет.ру представляет Десятая глава Откровения Анны Богослова Перевод Международного библейского общества Читаю я его для библейского портала экзегет И вот десятая глава нас оставляет на пике такого фильма-катастроф Сейчас популярный жанр, люди ходят в кино Там на большом экране с 3D-эффектом со всем этим И смотрят, как рушится мир Как он сгорает в огне, тонет в воде Как нашествие каких-то инопланетян Вы знаете, вот книга Откровения Анны Богослова Вот то, что мы сейчас читали предыдущие главы В общем-то то же самое, только на языке того времени Какая-то саранча в какой-то металлической броне С хвостами скорпионов Какие-то кони, у которых тоже хвосты в виде змей Все это нападает на людей, убивает их массовой мучей Одновременно там звезды с неба падают, заражают воду И катастрофы, землетрясения, пожары, потопы Сразу все, прям все Ну и зачем все это нужно? Вот эта же книга, она не просто попугать людей, да? Она открыть какие-то тайны, которые Бог открывает о будущем И вот мы, смотрите, видим свиток, на котором семь печати И агнец закланный, он же лев, победитель, снимает эти печати Это образ Христа И с каждой печатью все хуже и хуже Потом после седьмой печати появляется семь ангелов И вот они трубят, и каждый ангел трубит И опять-таки все хуже и хуже Прямо уж страшно думать, что будет, когда седьмой протрубит Он пока не протрубил, пока только шесть И в конце предыдущей девятой главы, вдруг говорится Люди не раскаялись вот после всех этих бедствий Они не раскаялись ни в идолослужении, ни в убийствах Ни в колдовстве, ни в разврате То есть это что, просто способ людей Как бы загнать таким кнутом вот в покаяние, да? То есть их мучить, уничтожать треть из них Пока вот хотя бы кто-то не покается, да? Вот такой какой-то несколько садистский подход к покаянию Вот десятая глава, мне кажется, немного об этом Как попытка ответа, может быть, на этот ожидаемый вопрос Итак, седьмой ангел должен потрубить, но Вновь перед самым концом у нас задержка Вновь вот мы подвешены в этом ожидании Самого страшного Затем я увидел другого могучего ангела, спускающегося с небес Не с трубой, не того, который седьмой Он был окутан облаком, над его головой сияла радуга Его лицо было как солнце, оно как огненные столбы То есть что-то такое величественное И хотя страшное, но вроде не очень опасное Ангел держал в руке маленький развернутый свиток Маленький свиток, всего лишь небольшая книжица Он поставил правую ногу на море, левую на сушу Он закричал, его крик напоминал рев льва От этого крика заговорились семь громов Когда проговорились семь громов, я приготовился писать Но голос с небес сказал мне Сохранив-то я не то, что сказали семь громов, не записывая этого Есть тайна Во всем этом есть тайна, есть объяснение Но это не сразу становится ясным людям Затем ангел, которого видел стоящим одновременно на море и на суше Тоже важная вещь, потому что в откровении Иоанна Богослова Все время противоположные вещи соединяются Море и суша, в частности На море и на суше поднял правую руку к небу Он поклялся вечно живущим, сотворившим небеса и то, что на них и землю И то, что на ней и море, с тем, что в нем отсрочки больше не будет, сказал он Но в те дни, когда седьмой ангел готов будет протрубить Тогда скрытый план Божий будет полностью осуществлен Как он и объявил об этом своим рабам-пророкам То есть, смотрите, замысел есть Это не бессмысленное мучительство И до какого-то момента откладывается, откладывается, откладывается Может быть, все-таки люди что-то сделают Может быть, как-то это произойдет Потом голос, который я слышал с небес, еще раз обратился ко мне Пойди и возьми открытый свиток из руки ангела, стоящего на море и на суше Я подошел к ангелу и попросил его дать мне маленький свиток Ангел сказал мне, возьми его и съешь От него у тебя будет горько в желудке, но во рту он будет сладким, как мед То есть, смотрите, опять-таки, объяснение кому-то дано Вот как пророкам дается объяснение всего этого, так и здесь Есть это сладко, а в желудке горько Вот приятно познавать это Но результат познания не радует Что это? Я взял маленький свиток из руки ангела и съел его Во рту он был сладким, как мед, но в желудке потом была от него жгучая горечь А в чем заключается горечь? Вот, наверное, приятно, интересно, радостно познавать тайны этого мироздания Как все устроено, особенно тайны, связанные с Богом Чего Господь ожидает от нас, к чему Он призывает нас Как это здорово познавать, а результат Почему результат так огорчает? Тогда мне было сказано Тебе предстоит опять пророчествовать о судьбах многих народов, наций, языков и царей А вот потому, что узнав это, ты не можешь остаться прежним Ты не можешь тихо и спокойно жить, как ты жил до того Тебе предстоит выходить на эту проповедь, на это пророчество И, скорее всего, приятного в таком выходе на пророчество будет для тебя очень немного Что же будет дальше? Ну вот, в ожидании трубы седьмого ангела Наш тайнозритель Иоанн что-то новое для себя увидит в одиннадцатой главе